Девушки отдыхают Сеттлерс 2 Как и прежде, послушные человечки будут прилежно исполнять все команды своего творца, возводить красивейшие застроения, безустле трудиться на благо процветания и порядка. Но теперь этот маленький идеальный мир взорвется красочным великолепием трехмерной графики. 25 to Life Очередная вариация на тему Counter-Strike, только на этот раз с неграми-рецидивистами вместо террористов. Полембои являются кварталом условного американского мегаполиса, где идут бесконечные войны между уличными бандами, которых пытаются смирить копы. Привет! Это программа ФАК, и я ее ведущий Борик. Для тех, кто пропустил нашу первую программу, вкратце поясню, в чем же ее суть. Есть конкретная игра, вызывающая определенные вопросы. Моя задача разобрать сапшпы кирпичиком и дать ответы на поставленные вопросы. Не будем терять время. Иногда кажется, что некоторые разработчики руководствуются исключительно модой и конъюнктурой рынка. Кому бы был нужен вялый шутер с мезозойской графикой, если бы он был не про негров и без хип-хоп-саундтрека? 25 to Life как раз такая игра. Четвертак – очередная вариация на тему Counter-Strike. Только на этот раз с неграми-рецидивистами вместо террористов. Полем боя являются кварталы условного американского мегаполиса, где идут бесконечные войны между уличными бандами, которых пытаются усмирить копы. Преступники вооружены более мощным оружием и могут использовать мирных граждан в качестве живого щита. Но они хуже стреляют и их легче убить. Полицейские оснащены бронежилетами и наручниками, но действовать вынуждены только законными способами. Максимальное число игроков невелико – всего 16 человек. Потому что игра вышла еще на PlayStation 2 и Xbox. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 2,5 ГБ на жестком диске. Игра задумывалась как эдакий Counter-Strike для консолей, только с копами и бандитами вместо спецназа и террористов. Поэтому сюжет, вероятно, прикручивали в последнюю очередь. Одиночная кампания – это тоскливая пробежка по дюжине туннельных уровней от чекпоинта до чекпоинта, плюс один бонусный. Поставить за геймплей больше трех баллов не можем, потому что это обычная консольная игра. Трудов Фрэнка Уильямса, специально приглашенного эксперта по уличной субкультуре, незаметно. Уровни как уровни ничего особенного. Негритянское гетто, станция метро, казино, тюрьма, гасиенда. О графике больше сказать нечего. Наша оценка 3 балла. И так понятно, что она устарела даже для начала 2006 года. Саундтрек включает в себя композиции наиболее видных деятелей гангста-музыки. И это единственное светлое пятно, которое удалось обнаружить в этой игре. Именно благодаря озвучке начинаешь немного погружаться в атмосферу происходящего. А еще музыка отвлекает от остальных недостатков игры. За звук уверенно ставим 4 балла. Все-таки не все могут оценить творчество этих известных рэперов. В общем, эту игру оценить больше, чем на 3 балла никак не получается. Ходить по однообразным локациям скучно. Здесь вам не придется думать, куда идти, как пройти и что нужно сделать. А все разнообразие геймплея сводится к новым видам оружия. И все это на фоне консольной графики. Не хочется говорить, что она бесит, но никакого интереса не вызывает. Итог кошмарен. Еще один синтетический шутер без вкуса, цвета и запаха. На финальном экране инсталлятора 25 to life разработчикам надо было сразу предусмотреть пункт удаления, чтобы не мучить себя чтением возмущенных отзывов о геймеров необходимостью играть в это. Как уже было сказано, единственное, что может порадовать, это подборка музыки. Exhibit, Public Enemy, DMX, Tupac. И если вы все-таки решили сесть за эту игру, тогда посмотрите мои советы по прохождению и ответы на ваши вопросы. Играть в 25 to life оказалось неожиданно сложно, и проблема, видимо, в балансе. Пара очередей и главный герой, а их тут, кстати, несколько, мешком варится в лужу крови. Мыши управления и звериные рефлекции, а точные на Fear, Call of Duty 2 и Quake 4 не спасают. По всей видимости, в PC-версии разработчики попросту увеличили меткость противников и убойную силу их оружия, а игру протестировать не удосужились. Модель повреждений и прицеливания тоже сделана через известное место. Враги могут откинуть копыта после первого же попадания из снайперской винтовки в пятку, а могут и после пятого, причем все в грудь. Поэтому конкретных советов здесь нет. Места с большим количеством противников придется проходить по нескольку раз, действуя как можно аккуратнее. А выглядывать из-за укрытий очень неудобно и практически бесполезно. Поэтому лучше быстро выбегайте из-за угла и прячьтесь обратно. Что раздражает больше всего, так это беспомощность главных героев, когда в них попадают. Стрелять в это время в противников бесполезно. В такие моменты они почти не реагируют на щекотку свинцом, а все попытки выяснить, у кого быстрее иссягнет лайфбар, заканчиваются не в вашу пользу. Стрейф помогает мало, поэтому иногда приходится убегать куда-нибудь далеко-далеко и отстреливать гадов из снайперской винтовки. Но даже это не панацея. Враги стреляют исключительно метко. Bad Day LA Bad Day LA – это первый персональный проект одиозного продюсера Американа МакГи. Нас ждут огромные шагающие гамбургеры, восстание мексиканских гастарбайтеров и многочисленные падения самолетов. Одним словом, Bad Day LA – это предельно вызывающий неполиткорректный экшен, посвященный всем мыслимым фобиям общества потребления. Сравнить творящиеся в игре безобразия можно разве что с Постал. Перед нами герой поневоле Энтони Уильямс, бывший голливудский агент, а ныне обычный бродяга, который хочет только одного, чтобы его оставили наконец в покое. Безмятежные скитания по трущобам и заколокам Лос-Анджелеса были грубейшим образом прерваны. Целая лавина катастроф обрушилась на чудесный американский город. Сначала Лос-Анджелес сотрясали подземные толчки, потом с небес хлынул огненный дождь, Ну а напоследок по демократии нанесли коварный удар мексиканские вооруженные силы. Посмотрев на творящиеся вокруг безобразия, Уильямс, недолго думая, поднял тяжелую монтировку с тротуара разоренной улицы и пошел наводить порядок. Официальная дата выхода игры 8 сентября 2006 года. Издатель и локализатор в России компания Акелла. Требования к железу Bad Day предъявляет следующее. Процессор эквивалентный четвертому Pentium с частотой 2 ГГц, 512 оперативный и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 2 ГБ. Сам геймплей, как и обещал МакГи, вызывающий прост. Избегая множественных опасностей, вы несетесь от одной контрольной точки к другой, выполняя по дороге нехитрые задания вроде «убей 10 террористов». Когда МакГи обещал, что сделает игру, в которой сможет играть даже ваша бабушка, он не врал. Местное управление и вообще игровой процесс действительно сводятся к монорельсовой беготне и полномерному нажатию одной и той же кнопки. Трояк за геймплей. Визуально все это выглядит неоднозначно. Окружающие объекты напоминают карандашные набросок поверх трехмерных каркасов. Создается впечатление, что Bad Day LA — это интерактивная инструкция по поведению в экстремальных ситуациях. Вроде тех картинок, что часто висели в школе и демонстрировали счастливо улыбающихся детей, объятых адским пламенем. 4 балла за графику. Что касается звука, то тут надо отдать должное российским перевозчикам, которые создали настоящий образ российского главного героя. Но не только сам мистер Уильямс, а все сюжетные и несюжетные персонажи заговорили, закричали и заругались совсем как нормальные, подкованные в русском языке люди. Пятерка за звуковое оформление локализованной версии. Вообще недостатков у Bad Day LA хватает. Главный просчет — это, конечно, геймплей. Одноклеточная беготня и полное отсутствие интерактивности окружающего пространства. Печальная комбинация. 4 балла зарабатывает Bad Day LA только благодаря российским перевозчикам. Играть в Bad Day LA однозначно весело. Хватит уже того, что тут есть враги, угрожающие главному герою угрём. Условно говоря, игра имеет три, как говорят на Западе с Эллипоинт. Проще говоря, фишки. Во-первых, это крайне упрощённый геймплей, в который действительно можно втянуться после 1-2 минут игры. Во-вторых, скандальная тема, за которую разработчиков ещё затаскают по судам. И, наконец, в-третьих, это в меру уникальная картинка, которая, как нам кажется, сейчас недостаточно использована. Ну и напоследок, несколько полезных советов по игре. Вопрос. Как убить террористов, если у них автоматы, а у меня только винтовка? Ответ. Обойди бензоколонку и напади на них сзади. Достаточно отобрать у одного из них автомат, а дальше всё пойдёт как по маслу. Если мало здоровья, то там же, недалеко во дворе одного из домов, можно найти порно-журнал, своего рода аптечка. Вопрос. Что делать с маленьким мальчиком, которого постоянно рвёт? Ответ. Его необходимо отвезти к машине скорой помощи. Чтобы туда добраться, придётся пройти целую улицу с задними дворами, поскольку вся проезжая часть заражена. Вопрос. Как выполнить задание службы 911, когда нужно помочь валяющимся на траве человеку? Ответ. У него плохо с сердцем, но аптечка, которую вы носите с собой, ему не поможет. Просто прыгните ему на грудь, и он придёт в себя. И последний совет. Не пренеберегайте белками с иконкой диалога. Они иногда дают очень полезные советы. Смотрите во второй части программы. Седдлерс 2. Next Generation. Как и прежде, послушные человечки будут прилежно исполнять все команды своего творца, возводить красивейшие застроения. Без устали трудиться на благо процветания и порядка. Но теперь этот маленький идеальный мир взорвётся красочным великолепием трёхмерной графики. Тока Рейс Драйвер 3. Обожаете GT? Получите и распишитесь. Любите формульные гонки? Никаких проблем. Фанатейте от легендарных болидов прошлого опять по адресу. Смотрите во второй части программы. Тока Рейс Драйвер 3. Обожаете GT? Получите и распишитесь. Любите формульные гонки? Никаких проблем. Фанатейте от легендарных болидов прошлого опять по адресу. Седдлерс 2. Next Generation. Как и прежде, послушные человечки будут прилежно исполнять все команды своего творца, возводить красивейшие застроения. Без устали трудиться на благо процветания и порядка. Но теперь этот маленький идеальный мир взорвётся красочным великолепием трёхмерной графики. Наиболее уязвимое место любого гоночного симулятора монотонность. Красивая графика, невероятная аутентичность, внимание к мелочам. Все эти бастионы рано или поздно сдаются под натиском банальной скуки. Кто-то может отмотать тысячу кругов без единого порыла на зевоту. Примите наши поздравления. А заодно и бесплатный совет. При первой же возможности сходите на консультацию к психиатру. Хотя стоп, можно обойтись и без вмешательства врачей. Ведь в этом году фармацевтами Кодмастерс создана уникальная вакцина от гоночного однообразия. Симулятор Тока Рейс Драйвер 3. Для затрапки риторический вопрос. Что может быть лучше хорошего гоночного симулятора? Верно, только два хороших гоночных симулятора. Или три, или даже четыре. Первая Тока Рейс Драйвер представляла собой достаточно зурядный симулятор класса GT. Но меньше чем за пять лет серия совершила просто чудовищный шаг вперёд. Объединив под одной крышей аж три с половиной десятка гоночных дисциплин. Читайте по губам. Не чемпионатов, а именно дисциплин. Обожаете GT? Получите и распишитесь. Любите формульные гонки? Никаких проблем. Фанатеете от легендарных болидов прошлого? Опять по адресу. Хотите прокатиться на грузовике, баги или принять участие в ралли? И снова в яблочко. Всё это и многое другое есть в Тока Рейс Драйвер 3. В чём тут подвох? Наверняка симуляция хромает на обе ноги, или графика тошнотворная? Или искусственный интеллект туп как дерево? Не будем врать. Совсем обойтись без косяков в проекте подобного масштаба не получилось бы ни у одного непогрешимого демиурга. Так что странности и недоделки в Тока 3 есть, и мы ещё к ним вернёмся. Но в целом объём, а главное качество проделанной работы просто потрясают. Рекомендованные системные требования. Процессор 2,5 ГГц. 1 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ видео и 6 ГБ на жёстком диске. Для начала о самом важном, то есть о реалистичности. Похоже, Кодмастерс так и удалось нащупать золотую середину между сложностью и играбельностью. Практически любой игрок сможет настроить Тока 3 в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Количество кругов, зубастость искусственного интеллекта, реалистичность управления, соблюдение правил заездов, чувствительность машин к повреждениям. Всё это подаётся настройке в самых широких пределах. Поэтому за геймплей мы ставим 5 баллов. 70 лицензированных машин и 8 десятков скурпулёзно-самоделированных треков вот они все перед вами. Обделёнными в этой нирване себя смогут почувствовать лишь адепты секты реализм любой ценой. Рассказывая о Тока 3, нельзя обойти вниманием шустрый и вполне современный 3D-движок. Первое, на что вы обращаете внимание, то с каким тщанием и любовью здесь смоделированы машины. На достойном уровне реализована модель повреждений, вмятины в кузове, оторванные бампера, спойлеры, висящие на сопле к дверце, разбитые фары и потрескавшиеся стёкла, погнутые оси, разорванные покрышки и отлетевшие колёса. Любителям автомобильной расчленёнки есть где проявить свои таланты. За графику ставим 4 балла. Есть некоторые недостатки, например, окружающая местность и гонки во время плохой погоды. Теперь пара слов от звуки. С ним тоже всё на высоком уровне для автосимуляторов. Рёв моторов, скрежет по крыше бьющиеся детали при столкновениях. Также 5 баллов. Правда, не помешала бы возможность прослушивания музыки во время гонок, раз уж основной упор в игре сделан не на реализм. В общем, оцениваем игру на 5 баллов. Учтём, что это не 100% симулятор, и основной упор здесь сделан на разнообразие. Очень хорошо прорисованы автомобили и трек. А на остальное во время гонки отвлекаться не стоит. Токарейс Драйвер 3. Красивый симулятор с небольшим перекосом в сторону аркады, интересным искусственным интеллектом, богатейшими возможностями настройки и просто невероятным игровым наполнением. При этом фантастическое количество машин, треков и соревнований, засунутые разработчиками всего на один DVD-диск, практически не отразилось на общем качестве игры. И приговор здесь может быть только один. Любой поклонник гоночных игр просто обязан заполучить только в свою коллекцию. Как и было обещано, в игре представлено несколько типов водителей. Наиболее злобные противники умело противодействуют обгону, подрезая вас в поворотах или вытесняясь асфальтового покрытия. Некоторые водители не стесняются аккуратно подтолкнуть оппонента в задний бампер в момент вхождения в поворот, в результате чего вы имеете хороший шанс сорваться в занос или врезаться в соперников, создавая на треке кучу малу. Наиболее острые ощущения от подобных тесных контактов ждут вас в формульных гонках Open Wheels, где даже легкий зацеп открытым колесом может привести к самым печальным последствиям. Есть и неприятные глюки с выдачей флагов за грубое вождение. Например, вы клюете в бампер впереди идущую машину, у нее отлетает антикрыло. Судьи безмолвствуют. Через десяток секунд похожим образом толкают уже и вас. И вот он, флаг за нарушение. Беда лишь в том, что награду получает не настоящий виновник, а вы сами. Есть проколы серьезнее. на овальных треках. Придавил педаль газа кирпичом и накручивай круги одной рукой. На некоторых треках уже на пятом круге отрыв от ближайшего конкурента может достигать полуминуты. Это даже не фантастика, это бред. Наш мир несовершенен. Как хочется порой создать свой собственный, в котором было бы все идеально. Домики были бы аккуратными, человечки послушными и работящими, а ландшафты сказочно прекрасными. Ровно 10 лет назад подобное счастье подарила всему миру компания BlueBite, выпустив самую успешную экономическую стратегию The Settlers 2. Сегодня же у нас есть возможность вспомнить, как это было благодаря юбилейному выпуску продолжения знаменитой игры Settlers 2 Next Generation. История Settlers 2 начинается с маленькой деревушки, на которую напали неведомые злые силы и похитили всех женщин. Болезни, смерть, голод и прочие несчастья обрушились на маленький народец. Но однажды в деревне появился шаман. Надев на голову корове череп, он сказал, что увидит прекрасный остров, где всех ждет избавление от бед и страданий. Снарядив два корабля, жители деревни отправились на поиски этой самой земли. Но внезапно случился шторм. Корабли затонули, а людей вынесло на незнакомый берег. Здесь нам и предстоит взяться за дело, основать новое поселение. Поклонники серии наверняка знают, что из огромного количества Сеттлерзов, вышедших за последние 10 лет, именно вторая часть завоевала народную любовь и получила поистине культовый статус. Поэтому десятилетие любимой игры было решено отметить особо. Переиздать Сеттлерз 2, сохранив оригинальный геймплей, но подарив игре новое современное графическое оформление. Как и прежде, послушные человечки будут прилежно исполнять все команды своего творца, возводить красивейшие строения, без устали трудиться на благо процветания и порядка. Но теперь этот маленький идеальный мир взорвется красочным великолепием трехмерной графики. Правда, все эти прелести будут доступны только счастливым обладателем процессоров с тактовой частотой не менее 2 ГГц, видеокарт с памятью от 128 МБ и оперативки от 512 метров. Так что задумайтесь, ничто не ссоряет так быстро, как компьютерное железо. Постройки в обновленных поселенцах, так же как в оригинале, доступны не сразу, а открываются по мере прохождения. Как ни странно, но в Сеттлерз нет международных роликов. Нельзя не отметить и то, что новые Сеттлерз стали более суматошными. Теперь вам придется постоянно вмешиваться в действия каждого человечка, а не наслаждаться забавной беготней, как раньше. Играть можно за одну из трех сторон римлян, азиатов и африканцев. Каждая нация получит в свое распоряжение 31 вид ресурсов, столько же различных строений, более двух десятков профессий и всего 5 разновидностей солдат. В одиночной кампании нас ожидает 10 сюжетных миссий. Пятерка с геймплей, скорее заслуга оригинала. Графика выполнена Смотря на этот движок, в игре вполне современный и, как вы сами можете видеть, очень красочный. Человечки все так же непосредственные, как и раньше. Варят пиво, дурачатся, ковыряют в носу и прыгают через скакалку. Только теперь все это выглядит по-настоящему шикарно. Еще бы! Движок был написан с нуля специально для продолжения культовой игры. Безоговорочная победа над временем и двухмерным пространством пятерка за внешние данные. Фанаты должны были уже умереть от счастья, но подождите, в кармане у разработчиков есть еще один козырь. Игра не только выглядит, но и звучит так же, как и 10 лет назад. Диск поросят, стук топоров и привычные выкрики «ЮПИ!» Одним словом, звучит игра, как и выглядит на твердую пятерку. В общем и целом, игра получилась отличная, но это прежде всего заслуга предшественника. И уж потом разработчиков, создавших продолжение. Их задача была не испортить то, что когда-то заставляло людей сутками не вылазить из-за своих первых компьютеров. Таким образом, пятерку можно разделить пополам между оригиналом образца 96-го года и ремейкой The Settlers 2 Next Generation. Стоит ли говорить о том, что эта игра замечательный юбилейный подарок для каждого любителя экономических стратегий, а также хороший повод удалить легендарного прародителя со своего компьютера, заменив его на точно такую же, но более красивую игру. Для тех же, кто не так стар и слышит о Settlers'ах впервые, мы подготовили несколько любопытных советов по игре. Вопрос. Как можно ускорить строительство зданий? Ответ. Здания, находящиеся на большом расстоянии от ратуши, строятся дольше, потому что работягам приходится преодолевать приличный путь, дабы достать лишнюю доску или кирпич. Чтобы у вас не возникало таких проблем, устанавливайте перевалочные пункты. Причем на пути к отдаленному строительству их может быть несколько. Таким образом, будет задействовано больше рабочих, но зато и строительные материалы будут доставляться быстрее. Вопрос. Некоторые шахты получаются холостыми и не приносят никакой пользы. Что делать? Ответ. Не забывайте посылать на место будущей разработки экспедитора. Тогда вы точно будете знать, какую шахту следует построить. Но сегодня это все. Пишите мне ваши вопросы и пожелания на адрес faqsobakamosdivistv.ru И я обязательно отвечу. До скорого! Играйте и выигрывайте! С вами был Борик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok